всем большой привет дорогие друзья с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю голубцы голубцы в духовке получаются особенно вкусные сочные и ароматные сначала я займусь капусты отделю листья у кочана первые листики я удалила и теперь удалю кочерыжку и буду удалять следующие листики когда кочерыжку мы убираем то затем нам будет намного легче справиться и быстрее со следующими листиками можно это сделать с помощью микроволновой печи чтобы размягчить листики ставим капусту на 6 8 минут и микроволновую печь через шесть минут можно проверить потому что у всех мощность разная микроволновой печи или заморозить и затем после того как она уже будет размораживаться она уже будет мягкая листики будут мягче я поставила кастрюлю с водой вода закипела в воду я опустила листья капусты взяла две кастрюли потому что в одну все не вместилось и оставлю кипеть капусту примерно на 6 8 минут через 6 минут проверю одновременно нужно поставить воду для того чтобы сварить это полуготовности рис для того чтобы погрузить капусту полностью в кастрюлю можно помогать шумовкой вот таким образом воду я подсолила для того чтобы листья получились не слишком размягчими и чтобы они потом не порвались капуста у меня варилась 7 минут сейчас я ее солью в дуршлаг и переложу в дуршлаг чтобы вся вода стекла рис нужно хорошо промыть и варим его до полуготовности в течение пяти минут листья капусты я достала с дуршлага переложила их на кухонное полотенце я советую перекладывать их на кухонное полотенце еще горячими чтобы они не пели в кастрюле или в дуршлаге таким образом процесс варки остановится рис ясли я зажарки я почистила лук морковь и чеснок лук мелко мелко нарезаю лук можно либо нарезать либо пропустить через мясорубку или блендер нарезаю два зубчика чеснока морковку натираю на терке также для зажарки и для того чтобы добавить фарш я нарежу мелкие листики капусты которые не пойдут у нас в голубцы и добавлю в зажарку приступаем к обжариванию овощей в бороду я налила растительное масло выложила лук выкладываю морковь к луку и морковки добавляю мелко нашинкованную капусту и чеснок можно добавить сельдерей болгарский перец все это по вкусу у меня сегодня лук морковка и капуста овощи я перемешала хорошо их солю добавляю черный молотый перец добавляю орегано паприку смесь красных перцев и добавляю куркуму еще раз перемешиваю и оставляю тушиться пока овощи не станут немного мягкими вот я вижу что уже овощи стали мягенькими они у меня тушились где-то минут пять это очень быстро обжаривались минут пять и тушились тоже минут четыре пять зажарка готова выключаю приготовим соус для соуса нам понадобятся помидоры также я взяла болгарский перец у меня оставалось немного зеленого болгарского перца и красного лук зелень специи и соль все это я буду перемалывать на блендере чашу блендера выкладываю лук перемалывал за луком буду перемалывать болгарский перец перец отправляю к луку и перемалываю помидоры помидоры отправляю к луку и болгарскому перцу соус посолю добавляю черный молотый перец немного сушеного чеснока можно добавить свежий смесь перцев и немного бульона часть бульона я добавлю сразу а другую часть я буду доливать уже после у меня куриный бульон если у вас нет куриного бульона то можно просто дополнить кипятком с курином бульоном получается вкуснее насыщение вкус тут получился очень-очень вкусный теперь замешаю фарш фарш добавляю рис добавляю немножко меньше половины зажарки остальная зажарка нам пригодится позже добавляю петрушку солю добавляю молотый черный перец и красный перец замешиваю фарш если фарш у вас получился немного суховатым то можно добавить немного воды ваш прямо лучше вот так вот перемешать все хорошо руками вы мешать ну что друзья фарш я вы мешала посмотрите какой сочный он получился за счет того что овощи мы обжаривали фарш получается очень сочный приступаем к формированию голубцов если у вас остались слишком толстые прожилки на листиках то можно их немножечко вот так срезать либо отбить молоточком затем выкладываю 2 столовые ложки фарша и заворачиваю в конвертик и продолжаю выкладываю швом вниз в блюдо листики у меня большие поэтому голубцы очень хорошо держат форму все голубцы сформированы духовку я поставила разогреваться на 180 градусов в блюдо выкладываю зажарку и сверху буду выкладывать голубцы у меня получилось ровно на 17 штук но вот видите они у меня такие большие довольны и заливаю все приготовленным соусом нужно чтобы перчики были немного покрыты жидкостью доливаю приготовленный куринный бульон посмотрите как красиво уже получилось и сейчас нужно все это закрыть хорошо фольгой хорошо если у вас есть другая формочка и вы сможете выложить так чтобы сверху осталось немного места и хорошо закрыть либо крышкой либо фольгой отправляю голубцы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 30-40 мин 30 минут прошло я убрала фольгу и буду запекать наши голубцы еще 30 минут без фольги голубцы я достава и сейчас буду подавать их столу давайте же посмотрим что у нас тут получилось посмотрите да просто какое-то объедение и вот сколько у нас еще подливочки тут получилось прелесть очень вкусно подавать голубцы можно с подливкой со сметаной посмотрите какие сочные они получились внутри сейчас я вам покажу какие они у меня при дневном свете хотела вам показать потому что готовила я их вечером надеюсь этот рецепт вам понравился ставьте лайки пишите мне ваши комментарии не забудьте подписаться на мой канал а я всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами